Кто из вас не читал никогда пророка Исаию? Кто из вас никогда не читал пророка Исаия? Несколько человек. Очень советую прочитать. Исаия, он настолько шарп, настолько крут, когда он и пророчествует, и объединяет какие-то глобальные вещи. Многие называют пророка Исаию евангелистом Танаха, потому что многие из его слов были пророчески ориентированы к приходу Машеха. Но если вы читаете пророка Исаию, вы видите, что, я сразу говорю, что у него как бы две темы. До 47 главы он там поглавно пророчествует разным народам. Народу Тира, народу Израиля, народу Вавилона, египтянам и прочим. То есть он каждому народу свою директиву вписывает. А вы за то, что Израиля не уважили, потом посмотрим. А вы потом посмотрим, а потом с вами. А потом вдруг 47-48 глав, он вдруг начинает пророчествовать о восстановлении Сиона. И эта тема его захватывает. И Бог вдохновляет его, и он говорит о Сионе. Закончились годы твоего изгнания. Это все как раз во времена вокруг вавилонского пленения. Но когда мы читаем пророка Исаию, мы читаем, что он видит дальше, чем возврат из Вавилона. Он читает и о наших днях тоже. И там, где он пророчествует о восстановлении Сиона и о призвании Израиля, иногда мы непонятно, но мы читаем тексты, мы верующие в Ишуа, мы видим, рэга, рэга, рэга. Вроде Израиль раб мой. Но это не только про народ. Это еще и про раба Божьего. Он так и использует такое название. Раб Божий. Мой, мой первенец Израиль, как народ и часто как личность. А ты пошел и искупил на подвиг души своей. Помните 53 глава. И вы знаете, Исаия, он просто силен в этом. И я вот на одну из глав вот этой вот восстановительной проповеди Исаии хочу сегодня проповедовать. И это 55 глава, которая не теряет актуальности для нас, живущих сегодня. Я не буду очень долго проповедовать, но я хочу прочитать, Давид, высветить текст. Можно из Писания, да? 55 главу. Да, я прочитаю ее всю и потом быстро просто пробегусь по ней. И это все в формате восстановления Израиля. Алия. Израиль должен быть в своей земле. Вот эта вот вещь у Исаии просто повисла в нем. Для чего? Вы знаете, не Исаия, другой великий человек. Он жил, может быть, лет так сколько-то, 80 назад. Его звали Раф Кук. Он сказал, что когда Израиль в своей земле, это все равно, что вино в чаше. То есть, ну вот чаша для вина сделанная, если в нее воду наливают, это вода. А когда, то есть, место наше здесь. Потому что, когда мы здесь, включаются самые различные процессы. Раф Кук не придумал это. Он взял это из священных писаний. На самом деле, Исаия был вот в этой теме. Вернитесь в вашу землю. И когда вы вернетесь в вашу землю, то произойдет восстановление. Произойдет что-то, что восстановит вас, а вы восстановленные. Повлияете на восстановление мира. Потому что без того, чтобы Израиль собрался здесь, многие процессы не могут включиться. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Идите, послушайте меня внимательно и вкушайте благо. И душа ваша да насытится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный. Неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелям для народов. Вождем и наставникам народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали. Поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Ищите Господа, пока можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И отда обратиться к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Каролина, ты можешь мне принести стакан воды? Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но паяет землю, и делает ее способной урождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что угодно мне, и совершает то, для чего я послал его. И так вы выйдете с весельем, это про Алию, и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле руку плескать вам. Вместо терновника выбросит кипарис, вместо крапивы возрастет мир. Мир, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Я просто пробегусь по этим стихам. Жаждущие. Знаете, это одно из состояний человека жажды и голод. Вот сейчас у нас маленький ребенок, и когда ей хочется есть, пить, а у маленьких детей это все вместе, то что они делают? Они кричат. Они сразу дают позывное. Когда мы вырастаем, и у нас те же жажды и голод, что мы делаем? Мы уже просим. Мы подходим и говорим, мама, папа кушать хотел. Когда мы становимся повзрослее, мы уже просто достаем свой кошелек, идем в магазин, покупаем еду или питье, и едим, и пьем. Это что-то натуральное в нас. Но слова жажда и голод, они не только связаны с нашим желудком. Кто-то может сказать, с чем еще могут быть связаны слова жажда, голод? Духовное, еще. Душевное. Душевное. Человек одинокий, он очень хочет жениться. Он жаждет потому, чтобы войти в дом там, где есть муж или есть жена, там, где есть дети. Он, это нормальная, реальная штука. У кого-то она больше развита, у кого-то меньше. У всех по-разному. Какие еще жажды есть? Жажда эстетического. Жажда эстетического. Эфраяму говорю, поехали вместе в Прагу. Он говорит, нет, 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 со мной ездить не надо. Почему с тобой не надо ездить? Потому что я зависаю. Он говорит, я вот так вот буду стоять и смотреть. Мне когда-то пришлось с ним поехать в Санкт-Петербург. Помнишь, Эфраям? Он пленку истратил всю. Только ехал и фотографировал. Глазит, что она электронная. Да, и она не кончается. И эстетическое. Вот знаете, есть у многих эстетическое. Кто-то хочет зайти в музей. И стоять напротив картины. А кто-то хочет стоять на склоне горы. И наблюдать море. Или сидеть возле моря. И он просто чувствует, как кто-то жаждет, чтобы просто отдохнуть. Это все реальные штуки. И иногда мы, загоненные жизнью, говорим. Вот хотелось взять отпуск, не получилось. Там мой напарник ушел в отпуск. Хозяин приглашил 25% больше. Чтобы я только этот месяц его перекрыл. Я перекрыл, потом с языком на плече. Уже вообще эмоции выбились из этого. И я хочу отдохнуть. Жажду отдыха. Это все реальность. Это все реальность, чем мы взросли. Есть еще одна реальность. Реальность, когда тебя что-то не удовлетворяет. Ты уже можешь отдыхать и все, что хочешь. Вот я совсем недавно, по-моему, вчера или позавчера, были похороны этого известного артиста из Америки. Да, в Голливуде. Его нашли мертвым. Шприц еще в руке шатался. 45-46 лет человеку. То есть можете поверить ему, что когда он хотел отдыхать, у него было на что. У него было где. У него было с кем. У него все было. Но ему не хватало. Жажда приходила в его это. И он, чтобы эту жажду забить, колол себе в вену всякую дрянь. Смотрите, что говорит здесь пророк. Жаждущие, идите к водам. Даже вы, у кого нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает очень много людей, которые истощены голодом. Они вкладывают реальные деньги. Трудовое свое. Не важно, каким образом, но трудовое свое. А оно не насыщает их. Оно может их убивать. Вы знаете, что я вот сейчас привел такой как бы драсти, крайний пример. Но на самом-то деле у каждого из нас есть такие же области, где нас пробивает. И мы начинаем тратить наше трудовое, чтобы там что-то. Я себя плохо чувствую, пойду шоппинг сделаю. Знакома такая штука. Или я себя плохо чувствую, пойду съем лишнюю порцию чего-то. Пережру, говоря по-русски. То есть трудовое за то, что не насыщает, а пересыщает. И наоборот вредит тебе. Вино это штука ясная. Люди от депрессии иногда просто пончиками забивают себе. Эти вот все знают про что, в том числе и я. Когда мы жаждем. Написание здесь обращается к нам. И Господь говорит. Люди, я хочу предложить вам вино и молоко. Вы знаете, вино и молоко понятно для чего. Вино, я уже сказал, и жажда, и лисерия. Это молоко. Грудные дети, когда пьют молоко, что с ними становится? Они растут. Рост. То есть это символично. Нам по жизни, когда мы хотим покушать, мало вина и молока. Мы хотим еще стек иногда съесть. Мы любим, особенно кто с Белоруссией, картошку. С Украины они любят что-то другое. С Кореей у них этими чопстиками. Но не важно что. Но идея одна. Господь говорит, придите ко мне. Придите ко мне. И Даня очень классно сказал, что жить по духу, это не есть исполнить какую-то четко прописанную формулу, но двигаться внутренним побуждением. Бог хочу к тебе. Тогда елей наполняется. И тогда он горит. И тогда мы чувствуем и Господа, и посредника между Творцом Небес и нами, Ишуа Мессию. И чувствуем, что наш светильник горит. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте. И жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный. Неизменные милости, обещанные Давиду. Вы знаете, это пророчество точно в параллель тому, о чем Даня несколько минут назад читал. И принесут тебе елей выбитый. Не говорится Моисею, а говорится о посреднике. И здесь говорится про Давида. Но мы знаем, что про отец наш Давид умер и давно погребен во гробе. Апостол Петр то же самое сказал в свое время Израилю. Но здесь говорится неизменные милости. Понятно про кого говорится. В иудейской среде Бен Давид. Машиах Бен Давид. Но мы знаем, что Ишуа это тот, который себя называл всегда. И он говорит. Вот здесь говорится от имени Господа. Если вы придете ко мне и напитаетесь от меня, то то, что принадлежит Давиду. И дам вам завет вечный. Неизменные милости, обещанные Давиду. То есть Ишуа получил это. Кто знает, какие вещи были обещаны Давиду или сыну Давида или Машиаху. То, что получил Ишуа. Так, на вскид. Скажите мне. Царствие будет передаваться. То есть вечное управление. Хорошо. Мы здесь немногие еще вечно управляем. Это так тоже. Но еще. Что было обещано? Ну, что нам было обещано? Ну, хорошо. Воскресение из мертвых. Слава. Нам было обещано прощение. Нам было обещано. И сердце новое. Плотяное. Каменное удалю. А плотяное дам. И я дам вам вкушать. Еще, говорит, следуйте за мною. И увидите, как ангелы Божьи служат. Мне будут служить вам. Вы знаете, что? Очень многого из того, что я сейчас перечислил, мы по жизни вообще не воспринимаем. Почему не воспринимаем? Потому что это не есть наш мокет. Мы про это просто не думаем. Но все это часть того, что было обещано нашему Машиаху. И если мы приходим к Богу и говорим, Господь, помоги нам, то оно становится частью нашей жизни. Очень многие пытаются бегать, искать каких-то ответов. Ответов даже через людей. Верующих людей. Но здесь говорится, приди ко мне. Приди ко мне. На самом-то деле люди могут дать дельные советы. Каждый из нас имеет определенный жизненный опыт. Но мы должны уравнивать. Мы должны видеть, что мы можем попросить у человека. Брат, пастор, ройки дела, раби. Подскажи мне, как мне чувствовать себя в призвании. Знаете, что раби, брат и пастор вам не подскажут. То есть, они вам могут сказать только одну простую фразу. Ты должен внутри определиться. А внутри это определение дает он, живущий на небесах. Потому что в другом месте Рав Шауль пишет такие слова, что каждый из нас призван к добрым делам в Ешуа Машехе. То есть, в нем найти себя. Я хочу призвать Кириллу. Просто призвать Кириллу. Сказать, Господи, помоги мне быть более чувствительным к Духу. И помоги мне, помоги мне понять мое место. Я пару недель назад проповедовал о голосе Божьем. Помните? Мне не понравилась моя проповедь. Есть проповедь, которая мне нравится. Которая проповедует. Та проповедь мне не понравилась. Я даже просил ее не ставить никуда. Но подошла одна сестра и говорит. Леон, ты сказал такую фразу, что мы стали, как там было сказано, ну, когда шея становится у нас толстая, толстокожая. И мы даже такого понятия, как услышать Господа, мы даже к этому не прилагаемся. Мы засуетились. Мы очень заняты нашими посудомойками, стиральными машинами, мобильными телефонами. Мы очень заняты. Но я говорю вам, и здесь про это говорится тем же самым, только более красивым текстом. Придите ко мне, говорит Господь. Просто найдите время для меня. Придите ко мне. Очень часто, когда мы приходим к Нему, мы не к Нему приходим, а приходим к себе сами. Мы начинаем в себе копаться, делая раскопки там внутри себя. А Бог говорит, ко мне придите. Ко мне придите. И дам вам неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелям для народа, вождем и наставникам народа. Это очень важно для нас в Израиле знать, когда мы говорим про Ишуа, когда нам говорят про Ишуа. Как многие здесь слышат, Бог дай нам Мессию, Он нам поможет. А Исайя говорит, что когда Мессия придет, Он поможет всем народам. Вот я дал его свидетелям для народа, что-то глобальное, что-то для всех распространяющихся. И мы можем ссылаться на эти стихи, когда есть возможность, и мы спорим, но лучше не спорить. Это не нужно. И вот стих, который для меня говорит, шестой стих. Пятый прочитай. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат тебе ради Господа Бога твоего, и ради святого Израилева, и Он прославил тебя. Это все о Машехе. Но сейчас не эта тема. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Вы знаете, эти стихи тем или иным образом повторяются в Новом Завете. В деяниях апостолов есть такие слова. Ибо сегодня день вашего спасения. То есть, как бы, апостол говорит, завтра его уже может что? Не быть. Вы посланники евреям говорите, сейчас, когда вы слышите голос Духа Божьего, не ожесточите сердца ваши. Потому что, если ожесточите, то потом вы можете не услышать. Кто из вас помнит такое? Место в Священных Писаниях в Новом Завете написано, и не оскорбляйте Духа Божьего, Духа Святого. Потому что, если Он покинет вас, то вы останетесь просто, там писано, не будет вам прощения. Помните такие места в Писании? Для многих людей этот стих, он очень непонятный и вопросительный. О чем же он говорит? Говорит он о простых вещах. Вы знаете, говорят, вот ты сказал слова плохие против Святого Духа. Это не про слова говорится. Это говорится про жизнь нашу. Это про жизнь нашу говорится. Это когда, помните, этот Высоцкий пел? И если будешь, ты свиньёю, то родишься свиньёю. Да, станешься свиньёю. А если жил, ты туп как дерево, то будешь бабом тысячу лет, пока... Я не верю в инкарнацию, но я знаю очень чётко, что очень часто человек начинает по жизни совершать вещи, которые против Писания. И у него внутри начинает всё что-то там грубеть. И вот эта вот грубость становится настолько сильной, этот человек может в собрание приходить. Но там внутри он настолько зарос уже мохом, что он не слышит Духа, говорящего к нему. А про Святой Дух написано, кто приводит нас к Творцу в покаянии, Дух Божий. А истинно восприимчив. Это вот это всё, что имеется в виду. Это не про слова обидные, которые мы некобы в порыве гнева можем сказать против Бога. Совершенно не про это. Но как мы живём? Здесь мы все более-менее нарядно одеты. Брат, сестра. Вечерю принимаем. А, вы знаете, есть такой проверочный, проверочный метод. Он говорит, а кого тебе, каково о тебе свидетельство внешних? Имейте в виду людей неверующих. А хотят ли неверующие иметь в тобой удела? Не прослужи ты у них просто раздражительным, грубым человеком. Я уже говорил этот пример. Есть такое высказывание. Грубияный матерщик Иван Иванович в душе был отзывчивым и добрым человеком. Это глупость. Такого не может быть. Потому что если ты отзывчивый добр, это и внутри, и внаружи. А если ты просто рисуешься, и здесь говорится, пока еще есть время. Вы знаете, я думаю, этот секундомер включен, или этот часовой механизм включен для каждого на свой настрой. Нет такого. Я не верю в такое понятие, что вот как племя Майя говорила там какого-то декабря такого-то 2012 года все это остановится. Эти остановки у каждого свои. И как важно не испытать их. Как важно не испытать их. Поэтому здесь Исайя, а в другом месте апостол, а в другом месте в послании евреям то же самое говорит. Люди, чувствуйте, чувствуйте, не закрылись ли вы. Ищите его сейчас. Осознайте, что есть жажда. Да оставить нечестивый путь свой, беззаконник, помыслы свои и да обратиться к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Здесь нет, что комментировать, все очень просто. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши мысли, мои пути, говорит Господь. Но, мы часто говорим, я вот здесь уже стою в такой ситуации, я уйти с этой работы не могу, или я уже себя повел так с этими людьми, я должен до конца показать, что я кремень. Нет, ты не должен. Ты не должен. Ты, может быть, думаешь, ты должен перед своей собственной гордостью, что ты должен показать, что ты кремень. А ты можешь прийти и попросить прощения, или ты можешь сказать бай и отвернуться и уйти. И это то, к чему мы призваны, чтобы соблюсти место, где наше сердце не жестко. Я пытаюсь не говорить с конкретикой, потому что эти слова, они очень раховимы, очень развернутые. Очень часто, когда мы загружены только сами собою, и когда мы только сами о себе думаем, это оскорбление Бога. Знаете, почему? Потому что мы начинаем себя ожесточать в плане вы должны быть простерты другим людям и свет важный увидят другие, а мы только на себя туда, там у меня плохо, хорошо, правильно, неправильно не имеют значения. Пусть Бог поможет нам выравниваться. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается и наполняет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто ест так и слово мое. Призови меня, и я напитаю тебя. Призови меня, и я утолю жажду, которая в твоем сердце, чтобы ты мог чувствовать, что ты не зря родился, и что тебе не надо идти отвешивать серебро за то, что не приносит тебе никакого плода. Сейчас, ну, это и раньше было, там многие из нас потрясывались на дискотеках, сегодня многие молодежи зависают в этих пабах, барах, они там пьют, курят и всякую дрянь делают, и очень часто пытаются забить, компенсировать то, что нетрудовое, ненужное нам. Те, которые постарше уже в бар этот не идут, стыдно, наверное, идти, начинают просиживать напротив всякого мерзости, напротив компьютера, и таким же образом отравляют себя, могут выплачивать какие-то деньги за то, чтобы травануться. Нам ненужное. придите ко мне, говорит Господь. И на самом деле, это не есть призыв, чтобы мы стали этакими, такими религиозными фанатами. Меньше всего хотелось бы видеть у нас в общине религиозных фанатов, хотелось бы видеть людей, которые живут полноценной жизнью, и семья, и работа, и дом, но из тебя бьется фонтан. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мир, и это будет во славу Господа, знамение вечное, несокрушимое. Всем нам это надо. Я хочу помолиться. Спасибо за субтитры.